донечка греется на люке на улице всего пару градусов но люк прям теплый пар выходит из-под него ну горячий такой оставил донечке немного сухарей и любимых доня посмотри в кадр хоть на люке греется тут сверху она прохладная тут она теплая короче сегодня тема такая едем забирать груз на skyline сначала потому что на солярисе вчера вечером выскочил чек подкинул диагностику пропуске зажигания в третьем цилиндре соответственно это ощущалось пропала тяга иногда на светофорах останавливаешься обороты падают чуть ли не глохнешь прям троит но при этом не сразу не часто то есть она так два-три раза скинет обороты потом они просто выравниваются и все автомобиль держит обороты когда начинаешь ехать газу даешь он прям не хочет ехать потом как-то хоп-хоп проработается и поехал то есть почему-то они периодически то есть сейчас забираю груз на skyline приеду и уже будем смотреть в чем причина у солярика сейчас скидываем крышку выкручиваем катушки дальше вынимаем свечи посмотрим свечу третьего цилиндра потом получается катушку с третьего кидаем на 4 затираем ошибки запускаемся смотрим если ошибка перепрыгнула на четвертый цилиндр то соответственно дело в катушке если ошибка остается на третьем цилиндре то значит форсунка приступаем а а а а а зазор конечно огромный просто конский зазор сейчас его поправим все вот это была у нас четвертая ее ставим на третью это была третья ее ставим на четвертую закручиваем стираем ошибки и смотрим так ошибку стер пока не вылазит но мотор колбасит весь автомобиль прям чувствуется как дергается особенно сброс и он когда особенно потом просядет обороты у него потом чек выскакивает сейчас наверно прокачусь чтобы он выскочил посмотреть где именно будет ошибка в третьем останется или в четвертом цилиндре так как вы видите чек не выскакивает но есть неподтвержденные коды и неподтвержденные коды неисправности перекинулись на четвертый цилиндр соответственно грешим на катушку меняем катушку смотрим работу двигателя так заменил катушку взял оригинал 18500 она стоит поставил на четвертый цилиндр ошибки затер здесь соответственно сканер делаем запуск так с катушкой была очень странная ситуация даже когда ты ставишь возвращаешь потом катушку старую пропуски зажигания если смотреть они остаются то есть хоть с новой катушкой хоть со старой пропуски зажигания именно на четвертом цилиндре есть на этих прям минимальное количество на этом большое количество соответственно соответственно либо вышла свеча из строя но что-то мне лень было менять вот эти две свечи местами чтобы посмотреть увеличить ли количество пропусков на этом цилиндре я просто катушку сдал взял 4 свечи это 8500 катушка стоила 18500 то есть 10000 мне вернули сейчас вкручу новые свечи если количество если свечи не помогают остается один вариант это форсунка ну я не знаю что она одна забилась что ли то есть надо будет тогда ехать промывать форсунку и смотреть как она себя будет вести сейчас я склоняюсь к тому то что ну беда в свечках либо свечка либо форсунка потому что замена катушек результата никого не дала но чек пропал и он теперь вообще не загорается он есть но он не загорается а если смотреть просто статистику карту работы двигателя пропуски зажигания не присутствуют меняя свечи короче сейчас я вам покажу боль и страдания владельца hyundai solaris это натяжитель приводного ремня который я меняю с периодичностью раз в год точно хотя за год я проезжаю не больше десяти тысяч километров вот он новый а вот бэушный поняли разницу вот она он начинает работать не в плоскости всех роликов и шкивов то есть он не ровно вот так стоит а вот так вот начинает работать аппетит вот так вот мировом должен работать он начинает работать вот так вот видите зазор вот он alto расхождения т.как там начинается стоять то есть в эту часть ровно у нас вот эту отчасть держим горизонтально вот эта часть у нас получается то что вот так наклонена соответственно он стягивает шкив ремень ремень у вас начинает наползать на шкив вот сюда именно на острый край гидрача ваш насос режет ой этот ремень и режет просто ручеек насколько она стащил допустим на ручеек он ручеек срезает ну и все у вас это лохмотится достается он вот отсюда из-под коллектора заводить его сюда потом рукой перехватываете отсюда под гидрачом вот так вот и здесь устанавливает это болячка и она вообще никак не лечится что могу сказать у меня уже там следующий день так скажем следующие виды работ закончилась вот так вот эпопея с не катушкой со свечами все отлично прокатился ничего не моросит чек не упрыгивает обороты не плавают начал вот ремень снова залезать на гидрач и его просто начала резать но в этом я вот уже сейчас закончила менять натяжитель натяжной ролик об этом есть другое видео на канале короче ну вот небольшое то для солярица поменял свечи поменял натяжитель натяжной ролик обводной ролик ремень и воздушный фильтр ну вот он все сразу сейчас короче как то так